Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем отвечать на вопрос «Христос. Кто Он?». Сегодня речь пойдет о Христе как Творце. Известно, что существует две основных мировоззренческих позиции по вопросу происхождения мира. Это эволюционизм и креационизм. И ту, и другую позицию человек воспринимает верою. Я понимаю, что невозможно научным путем доказать истинность ни одной, ни другой позиции. Отвечая на вопрос «Кто есть Христос?», мы подходим к его основной следующей характеристике «Христос есть Творец». То есть Христос, как раз-таки, будучи Творцом всего того, что есть, Он и помогает нам заложить основание креационистской мировоззренческой позиции. Креационизм от латинского «creation» – «сотворяю». Итак, на каком основании мы утверждаем то, что Христос есть Творец всего сущего? Опять же, я повторяюсь, что вера наша в то, что мир сотворен Богом, и что Иисус Христос действительно является Творцом всего сущего, основывается на Божьем откровении. В Священном Писании утверждается то, что мир сотворен, и Творцом этого мира выступает как раз-таки Христос. Чтобы не быть голословным, я прочитаю текст из первой главы Евангелия от Иоанна. Это третий текст. Мы уже читали первые слова, где говорится о том, что слово было Бог, оно было у Бога, и вот дальше в третьем стихе подчеркивается то, что все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Немножечко сложное построение предложения. Вот разрешите прочитать этот же текст в современном переводе Священного Писания на русский язык. «Через него», то есть через вот это слово, по-гречески «логос», через Христа, все обрело свое бытие, и без него ничто из существующего не появилось. Более понятно становится значение этих слов. Действительно, все, что есть, это результат творческой активности Бога. Без его участия как творца появиться что-либо просто так само по себе не могло. Утверждения творческой активности Бога в Священном Писании достаточно многочисленны. Вот, например, что говорится в 32-м псалме, в 6-м тексте. «Словом Господа сотворены небеса, духом уст его все воинство их». Ну и, конечно же, у нас вот тут же возникает эта связь, ассоциативная связь в нашем сознании. «Словом Господа сотворены небеса» – это утверждение из Ветхого Завета, из книги «Псалтырь». И первой главой Евангелия от Иоанна, где говорится о том, что слово, которое является Богом, через него, через это слово все начало быть. Без него ничто из существующего не появилось. Возвращаясь опять к Священному Писанию Ветхого Завета, опять же, к книге «Псалтырь», мы читаем вот такие очень интересные слова. Псалом 101, 26-й текст. «Вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих». «Вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих». Ну и еще один текст мы прочитаем из первой главы послания апостола Павла к Колосской Церкви, 16-й и 17-й тексты. Здесь говорится следующее. «Ибо им, Павел имеет в виду Христа, ибо им создано все, и что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое. Все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит». Очень яркий аргумент в защиту творческой активности Сына Божия – Иисуса Христа. Итак, вот эти тексты, их, конечно же, намного больше, однозначно указывают на то, что Иисус Христос открывается нам в Своем Слове прежде всего, как источник всего того, что есть, прежде всего, как Творец. Библия начинается с очень интересных слов, которые сразу же закладывают вот эту мировоззренческую, креационистскую мировоззренческую позицию. «Вначале сотворил Бог небо и землю». И вот эти слова вначале сотворил Бог на еврейском «берешит, бара, элохим» – они как раз-таки и лежат в основе иудео-христианского мировоззрения, креационистского, неэволюционистского мировоззрения. Эти слова сразу же однозначно утверждают первичность, первичность Бога, первичность Бога над материальным миром. Материальный мир вторичен, у него есть происхождение, он не появился ниоткуда. Происхождение материального мира от Бога, который представлен здесь как Творец. Интересно то, что мир, который выходит из рук Творца, если можно так сказать, он не порочен по сути своей. Как, скажем, во многих античных философских школах, материальный мир воспринимался как низший, порочный мир по сравнению с миром небесным, миром духовным, божественным. Этот мир порочен уже в силу своей материальности. Вот в Священном Писании, где говорится о сотворении материального мира Богом, подчеркивается то, что этот мир был хорош. 31 текст первой главы книги Бытие. «И увидел Бог, все, что Он создал, вот хорошо весьма». Все, что Бог создал, хорошо весьма. То есть ничего греховного, ничего порочного, ничего злого в материальный мир, сотворенный Богом, заложено не было. «Все, что творит Бог, оно хорошо, и хорошо весьма». Для нас, людей, конечно же, нет, пожалуй, более важного вопроса, чем вопрос о нашем собственном происхождении. Откуда мы? Откуда человек? Следуя эволюционной точке зрения, корни человека, если можно так сказать, в животном мире, в мире человекообразных обезьян, и все живое, следуя теории эволюции, оно находится в состоянии постоянных превращений, изменений, накопления признаков. И в результате вот такого длительного, многомиллионного процесса, процесса эволюции, и появляется человек, хомо сапиенс, человек разумный. Следуя библейскому повествованию, человек все-таки не продукт животного мира, корни человека не в низших живых существах, приматах, а корни человека в самом Боге. В Священном Писании о сотворении человека говорится следующее. Первая глава книги «Бытие» с 26 текста. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог». И как разительно отличается вот это библейское повествование о сотворении человека от того, как представлено появление человека в эволюционном мировоззрении. По учению Священного Писания, человек – это не животное, даже не высшее животное, наделенное разумом. Человек – не что иное, как образ и подобие Божие. И вот как красиво описывается это божественное достоинство человека, сотворенного по образу и подобию Божию, в книге «Псалтырь», в восьмой главе. Псалмопевец пишет, с четвертого текста мы читаем, «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его предангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Интересно то, что в еврейском оригинале, в шестом тексте, слово «ангелы» не встречается. Немного ты умолил его предангелами. В еврейском оригинале стоит слово «элохим», которое буквально означает «бог». «Вначале сотворил Бог, берешит, бара-элохим», мы прочитали в первом тексте книги Бытие, в первой главе. И вот здесь тоже «элохим», «немного ты умолил его предэлохим», то есть пред самим собою, славою и честью увенчал его. Смотрите, каким небывалым божественным достоинством наделен человек, который сотворен по образу и подобию Божию. А что это значит, быть сотворенным по образу и подобию Божию? Это очень сложный вопрос, на который нет однозначного ответа, но мы можем предположить следующее. О Боге говорится, что Бог есть любовь. Иоанн, один из любимых учеников Господа Иисуса Христа, вот так характеризует Бога. Бог есть любовь. И исследователи считают, что это одно из немногих определений, если можно так сказать, Бога в Священном Писании. Бог есть любовь. Что это значит? А это значит то, что в Боге есть отношения. В Боге есть отношения, которые основаны на любви, в основании которых положена любовь. Это вот любовь, которая характеризует внутри троичную жизнь, если можно так сказать, отношения между Отцом, Сыном и Духом Святым. Они настолько тесные и неразрывные в своей любви, эти отношения, что христианская троица никогда, никогда не воспринималась и не должна восприниматься как Трое Божие. Отец, Сын и Святой Дух – это выражение, это откровение единого Бога в истории нашего спасения. И их объединяет любовь. Так вот, по образу и подобию такого Бога, который есть любовь, и был сотворен человек. Что это значит для нас, людей, для нашей самооценки, если можно сказать, для нашего осознания самих себя? Это значит, прежде всего, то, что мы все, живущие на земле, независимо от цвета кожи, независимо от расы, независимо от национальности, независимо от культурной, религиозной принадлежности, социального статуса, мы все, живущие на земле, братья и сестры друг к другу. Почему? Да потому что корни всех нас уходят к единому Богу. В книге «Деяния святых апостолов» в 17 главе автор этой книги, вот Лука, он пишет следующее. «От одной крови Он, то есть Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли». От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. И как разительно отличается вот это библейское восприятие людей на земле, как братьев и сестер по отношению друг к другу, имеющими одного небесного Отца, как разительно отличается это от эволюционного представления о человеке, согласно которому человек человеку волк, враг. Потому что законы эволюционного развития, они предполагают выживание сильнейших, выживание тех, кто способен, обладая большими способностями или возможностями, большей силой преодолеть какие-то сложности и трудности этого процесса, вырваться, вырваться вперед, но ценой умоления и, может быть, даже истребления тех, кто послабее, кто пониже. Мораль, христианская мораль, она как раз-таки основывается на равенстве всех людей на земле, независимо от их положения, независимо от их национальной принадлежности, расовой принадлежности и так далее. Это вот первый важный момент, который мы извлекаем для себя из библейского учения о сотворении. Второй очень важный момент. Жизнь. Жизнь и появление жизни на земле. Для ученых до сих пор это представляет собой определенную загадку и ответить на вопрос, что есть жизнь и как из неживого могла появиться живая материя ответа, однозначного ответа нет. Согласно Священному Писанию, жизнь – это Божий дар. Мы читаем в книге пророка Исаии в 45 главе, в 18 тексте, такие интересные слова. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он, Бог, образовавший землю и создавший ее, Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства». Вот Бог создал этот удивительно красивый мир, мир природы, неживой, живой природы, и как бы подчиняет этот богатейший по своему многообразию и краскам мир существованию человека, жизни человека. Бог сотворил этот мир для жизни и человека для жизни, не для того, чтобы человек уходил из жизни и умирал. Смерть – неестественное явление для мира Божьего творения. Смерти быть не должно. Изначально в Священном Писании говорится о том, что смерть появилась в результате согрешения, в результате того, того, что человек ушел от Бога, встал на путь неповиновения Богу, решил строить сам свою дальнейшую жизненную участь, и оторвав себя от Бога, как источника жизни, естественно, человеческая жизнь стала подвергаться тлению и смерти. Жизнь, которую мы в себе ощущаем, мы должны воспринимать именно как Божий дар и дорожить жизнью, своей собственной жизнью других. С позиции Божьего откровения и креационистского мировоззрения, мы должны относиться с благоговением к этому феномену, феномену жизни. И всякие попытки, всякие попытки посягательства на чью-то жизнь, жизнь другого человека с позиции Священного Писания являются грехом. Существует одна из заповедей, очень коротких заповедей в нравственном законе Божьем, которая предписывает человеку не убей, не убивай, то есть не посягай на чью-то жизнь, потому что жизнь, жизнь дарована человеку Богом, и никто из смертных существ не имеет права отнимать эту жизнь, у кого бы то ни было. В иудейской традиции существует представление об уникальности и неповторимости каждой человеческой жизни. То есть, когда какой-то человек теряет жизнь, лишается жизни, с ним, как бы, с этим человеком уходит целый мир. Почему? Да потому что он уникален, он неповторим. Другого такого нет и больше не будет. Поэтому существует запрет на отнятие жизни. Когда человек забывает о своих исконных корнях, о том, что его корни не в мире человекообразных обезьян, когда он забывает о том, что его корни в Боге, что он сотворен Богом по образу и подобию Божию, когда человек все это забывает, он начинает безответственно безответственно относиться и к себе, и к окружающим. Вот эта бесконечная вражда, насилие, жестокость, это умоление и уничижение других, подчинение к себе, эксплуатация, социальная несправедливость и так далее, и так далее. Все это не что иное, как проявление усвоение человеком небиблейского мировоззрения, касающегося своего собственного происхождения, усвоение человеком эволюционной модели. Именно эта модель, она формирует, формирует определенное сознание человека, настроенного на то, что я должен проявить силу, чтобы вырваться вперед. Да, такое представление, конечно же, расходится с христианским, библейским мировоззрением, которое говорит о равенстве всех людей пред глазами Божьими. Ну и еще один очень важный момент, на который я хочу обратить внимание, когда мы говорим о Христе как Творце. Человек сотворен Богом таким, что природа, природа его, она заключает в себе, если можно так сказать, религиозность, что имеется в виду. А имеется в виду то, что, будучи сотворенным Богом, человек испытывает внутреннюю потребность в Боге, внутреннюю потребность в общении с Ним. Вот изначально Бог подчинил существование человека двум ключевым заповедям, заповедям любви, потому что Он есть любовь, и Он сотворил человека для того, чтобы и человек был любовью, если можно так сказать, и являл свою любовь к Богу, Творцу своему, и к окружающим, к ближнему. Вот любовь к Богу, она в человека заложена как потребность в общении с Ним. К сожалению, по причине грехопадения вот эта внутренняя религиозная потребность человека в Боге, она оказалась грубо искаженной. И религиозность человеческого общества, она приобрела очень своеобразные, да, грубо искаженные формы. Не секрет, что все люди на земле религиозны по определению. Нет безрелигиозных народов, вот у каждого народа свое представление о Боге, о религии. И вот это многообразие религиозных представлений и практик свидетельствует об утрате, утереть человеком своей подлинной религиозности в Боге едином, по образу и подобию которого был сотворен человек. Ну и, конечно же, когда человек вообще утрачивает чувство религиозности, он перестает чувствовать свою зависимость от Бога и тогда проявляется во всей своей вот чудовищной такой греховной яви, греховная человеческая натура, и тогда человек может даже вести себя хуже животных, проявляя худшие агрессивные хищнические инстинкты. Подлинный смысл человеческого бытия, подлинный смысл человеческого существования только в осмыслении себя творением Божиим, только в осознании того, что мои корни не в животном мире, не в человекообразных обезьянах, мои корни в Боге, в Боге, который и есть любовь по определению, в Боге по образу и подобию которого я сотворен. И я хотел бы, чтобы вот это осознание того, что я Дитя Божие, я творение Божие, я вышел из рук любящего и доброго Творца, чтобы это осознание пришло каждому из нас. И чтобы каждый из нас осознал то, что подлинный смысл своего бытия мы можем найти только в любви. В любви к Богу, Творцу своему и в любви к нашим ближним. Субтитры Семен